Я просил компенсацию, но одна там инстанция, я не помню кто, ответили, что у отца не было своей же собственности, как бы собственного жилья, только такие казённые, ну вот эти государственные там. А в Кремле у нас прописка была, и у меня есть документы из архива, и там это сказано, что нас вот в 1939 году, когда его арестовали, нас, ну, выписали оттуда. Это было в 1939 году, написано, кого выписали, меня, маму и отца, тут всё точно. Но это не считают, это Кремль. Опять же, государственные, кто там будет, ничего давать. А за моральный ущерб даже ни одного слова. Даже не упомянули даже. 22 апреля – незабываемый день для строителей. В этот день канал посетили товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов. 20 пропеллерных насосов, крупнейших в мире, погонят волжские воды вверх на 38 метров. Может, из-за того, что я не родная? Но он же меня воспитывал всё-таки. Кстати, он меня очень любил. Очень любил. Это было что-то необыкновенное. Я вот, ну, тогда-то ничего не понимала же, что там было-то, Господи. А вот, когда уже вот сейчас даже вот, я думаю, как в одном человеке могло быть вот таких два человека. Ну, что он творил, и вот какая любовь была ко мне. Два человека в одном. Вот я не могу этого понять. Он приезжал же, мы же на даче всё время жили, мы не в Москве жили. На дачу постоянно приезжал. Он мне всё делал. Сам и лыжи, и какие вот эти двухполозные. Ракетку мне сделал. Он мне сделал даже на байдарку весло. И он у меня фотка вот, вон та вот. Я там в лодке. И то он там со мной, только его отрезали, что ничего не знаю. Он меня учил всему абсолютно. И в теннис, и в крокеты, и в черном, Господи. Я всё прям могла вот. Маленькая была, но он меня всё абсолютно со мной занимался очень. Очень занимался много. Он приезжал, он сразу спрашивал, где Наташка. Сразу, в ходу прям. Я его, конечно, ждала всегда. Он привозил мне вот такой шоколад интересный. Человек, весь шоколадный человечек. И прям вот он, ну прям вот, весь шоколадный человечек. Я больше никогда таких не видел. Вообще баловала, конечно. Скажите, а вот Новый год вы праздновали? А как же? А вспомните, как это было вообще? Ну там, ну вот прям с самого начала там. А он был Дед Морозом. Так. Он был Дедом Морозом. Ну дарил подарки. Заставляли меня там стихи читать, ну как обычно детей. Только меня не ставили на табуретку. Просто так. Собиралась там, наверное, я-то не знала родню там, ну, других там, кроме мамы там. Наверное, ее родня была или кто там был. Собирались гости. Женщины в основном. Вот. Мужчин я и не помню даже что-то. Мама, например, очень... Все время тоже вот она... Как бы была все-таки редактором, да? Ну, в журнале там. Она поэзию очень любила. Все вот это вот. Она мне собирала книги. На будущее. Прямо собирала... Это вот няня мне рассказывала. Собирала мне книжки. Что я... Вообще меня очень много учили. Чуковского. Вот я все знала наизусть абсолютно. Вот все вот эти стихотворения вот эти все. Может, токотухи там всякие. Там все вот это. Одеяло убежало. Вот это. В общем, очень много знала. Вот. Она в основном на литературу. Вот она больше как бы... Может, я от нее вот это вот... Хотя она мне никто. Ну, вот что я люблю вот это вот писать и вообще все вот это. Наверное, это от нее. А характер, наверное, этого... Друга моего, папочки. Я тоже настырная и упрямая. Ну, детство у меня, конечно, хорошее было. Вот эти пять лет. Там эпизодик у нас один был. Дома, на даче. Мы играли в прятки. Двоюрдный братик. Это мамин брата, сын. Двоюрдный брат он был. Он и сейчас в Израиле только он сейчас. Ему сейчас уже 92 или 93 года. Вот так что-то. Я залезал на окно, и штора, подоконник широкий такой, и шторкой закрылась. И сижу там. И там альбом был. Мне интересно стало, что это такое. Я его стал листать. А там убитые дети. Вот в Испании война была, или что-то. Те годы, как 37-й, по-моему, год. Да какой. И вот убитые ребятишки. Я оттуда как вылетела, как заорала. Потом там няня, которая меня воспитывала. Говорит, ты два дня вообще не ела. Почти вообще как дикарь стала. Мы испугались, думали, с тобой что-то произошло такое там на нервной почве. Нам в Союз, на родину угнетенных всего мира, прибыли испанские дети, бежавшие от кровавых заход, в уставлении Гитлера от фашистских бомб. Родители этих ребят отомстят за пролитую кровь испанского народа. Да здравствует свободная Испания! В общем, короче, мне было 4 года. Нет, значит, 38-й это было уже. Да, 38-й уже был. И маму отравили в 38-м году. У нее было что-то с легкими, что-то, или простудилась она, не знаю. Ее положили в больницу. В клинику Воровского, вот куда ее положили. И пришел туда, конверт принесли. А она была редактор журнала «СССР на стройке». Вот. И ее там в этом письме осуждают, что она наши проекты куда-то там, ну, за границей, в общем, вот такой вот, как бы шпионаж какой-то там. И отца, сестра к ней пришла в больницу, и вот такие ванны. Это она мне рассказывала. Я пришла, она говорит, лежит бледная, говорить не может, отнялся язык, не знает, что такое. Пишет, я не виновата, просто написала там, я не виновата. Она говорит, ну, сделайте что-нибудь, говорит. Там укол или что-то, видите, женщина вот. Она говорит, никому не дается. А был лечащий профессор какой-то у ней. За ним, говорит, послали вот. И послали, он приехал, сделал ей укол. И в такие ванне сказали, вот она отдохнет после укола, и вы можете ее забрать домой с женой. А я, говорит, приехал уже, труп, все. Через два часа буквально. А папины друзья приезжали, когда они закрывались в кабинете, и там сидели. Они не выходили никуда. Чего они там говорили, никто не знает. Это их уже дела там. Этого я не знаю. Но меня вот, вот его как арестовали, меня в один миг просто вывезли. Меня сразу отвезли в Кремль. Посадили меня на высокий-высокий стол. Это я помню отлично. Я не могла оттуда ни слезть, ничего. И мне так страшно было. И подошла какая-то женщина. Как на меня смотрит, смотрит. И, ну, а я что-то, ну, испугалась, что ли, не знаю. И тут гроза началась. И гром, как бабахнет, я как заорул. И она ушла от них так же. Ни слова не сказала, кто это был. Ушла. А потом меня начали собирать. Это сколько вам лет было? Пять. Стали меня собирать там чулочки, платьицы, ну, всякую дребедейку. Одежду там все. В чемодан запихали даже отцовские ботинки. Когда мы в детдом меня привезли уже. Мамин пеньюар и отцовские ботинки. Почему-то запихали, не знаю зачем. Директриса сразу пеньюар забрала. Ну, ботинки, наверное, мужу отдала или как-нибудь, не знаю. Короче. С чемоданом меня привезли. Везли меня в вагоне. В пустом, совершенно пустом. Охранник с ружьем. И женщина, которая везла меня. Вот. Это ужасно, конечно. Она меня била. Потому что я не могла сказать Хаютина вот эту фамилию. Ну, не могла. Или я ей специально не говорила, не знаю. Я говорила Ежова. Она злилась все время. И она же меня не кормит. Сами ходят в ресторан по очереди. А я, значит, сижу. Вот. Потом она что-то, что-то она там... Меня спросила. Я говорю, а я есть хочу. Ну, меня из дома как взяли и не кормили вообще. Вот. Она говорит, вот скажешь сейчас, как твоя фамилия. Вот эти яблоки будут твои. И положила мне такие два яблока. Красивых таких. А я, ну... Взял и сказал Ежова. Это... То ли назло. Я вот сейчас не могу этого сказать. Может, это назло. И она мне как даст по губам. У нее перстень был здоровый. У меня, конечно, сразу грозь понеслась. Ну и все. Так я и приехал. И когда директриса этого детского дома... Говорит, ну, как тебя зовут? Я говорю, Наташа. А фамилия? Она там все написано. Она же боялась, что я лякну опять. Вот эта директора, Татьяна Петровна моя... Я ее, считаю, вторая мама моя. Хорошая очень женщина. Она меня оберегала всегда. Потому что, видно, уже знали так люди. А она меня оберегала от этого. Я у нее месяц жила, представляете? Я почти время сидела на подоконнике. И ждала, что кто-то за мной все-таки приедет. Я не могла понять, что меня бросили. В общем, что уже у меня не будет такой... Ну, ни няни, ни мама, ни папа, никого вообще. Что я, значит... Вот кто-то должен за мной приехать. Я постоянно сидела на подоконнике. Там дорога так шла. Я постоянно смотрела на эту дорогу. С днем, конечно, никто не приехал. Что там? Вот. Пять? Ну, не больше, я думаю. Не больше и не меньше. А вообще, наверное, четыре. Как, говорит, она себя поведет после такой жизни. И вдруг столько детей. Я не видел столько детей никогда. Вот. И, значит, проходит, говорит, наверное, примерно, ну, минут 15, не больше. Залетает эта воспитательница. И, говорит, глаза на лбу. Вы знаете, кого к нам привезли? Она говорит, знаю девочку новенькую. Наташу Аютину. А вы знаете, чья она дочь? Она говорит, а вы откуда знаете? Она говорит, да, она сейчас всем рассказывает про свою жизнь. Там, в спальне в этой. В спальне у нас огромная такая была. Детей много. А я рассказываю, у меня же все свеженькое такое. Рассказываю, как у меня было сказочно там все это. Павлины там все рассказывают. Ну, это. Она говорит, значит, что иди домой и молчи, ради Бога. Иди и молчи, пусть меньше знают об этом. А я, говорит, останусь. Говорит, захожу в спальню и говорю. А все сразу, оп, улыблись. Ну, как обычно. Наташа, а почему ты не спишь? А я говорю, а вы думаете, они все спят? Я говорю, я им сейчас только рассказывала про свою жизнь. Она говорит, ну, ладно. Говорит, давайте спите. Завтра доскажешь. Ну, я рассказывал, как мы жили на даче. Как у нас было красиво. Какие цветники про попугая. Про Петьку, своего там, любимого. Ну, вообще про няню. Ну, мы все рассказывали. Все, всю жизнь. Я помню такую сцену. Мы с поваром все время играли в теннис. Ну, если я выигрывал, он мне давал очень вкусную котлету. А когда он выигрывал, я должна была перья из павлина. Попробуй к нему подойди. Вот такое условие было. Я должна была ему перья от павлина достать. И вот мне приходилось ползать за этим павлином. Во-первых, ждать, когда он раскроет хвост. Надо же вывод, что-то выдвое. Вот это мне очень помнится. Эта сценка была такая. Потом, когда я ушла, с дачи обманула этого. Охранник там стоял у нас всегда в будке. Он говорит, а где няня? Я говорю, она вон сзади идет. И вышла. Он меня выпустил. А у меня было красное пальто. И белые вот такие здоровые пуговицы первомутровые. Вот по ним меня поймали. Примета была такая. Я далековатенько ушла вообще-то. Куда шла, не знаю. Пошла и все. И шла, и шла, и шла. Так было весело, так, что меня никто не контролирует, ничего, так, свободно. Вообще вот это вот тяготил, этот контроль в детстве? Вообще-то да. Как-то хотелось, вот, что-то хотелось куда-то вырваться все время. А вот то, что детей рядом не было, а потом так много... Детей вообще нету. Не было у нас, только вот приезжал вот двоемный брат, вот этот вот. Ось, Иосиф. Так он заболеет, и его к нам на дачу кидали все время. Ну, как бы воздух там туда-сюда. Это вот единственный ребенок, который был рядом. Вот. А так я детей-то не видел. И вот когда я в детдоме-то сразу столько детей, она же меня водила потихонечку к детям потом, в сторонке мы встанем, она ждет, как я это буду реагировать. И я постепенно привыкала вот. Все она мне вот, все. Ей спасибо, конечно. И я один раз подошла и говорю, Татьяна Петровна, можно я буду с Райкой ночевать сегодня? Она говорит, это первый раз было за три месяца. Ну, в этом дошкольном детдоме было нормально. Меня никто не обижал. Ничего. А вот в школьном, ой, ба-ба-ба. Воспитатели били. Ну, а дети, глядя на воспитателей, тоже. Как же. Пример. Я никак не могла сообразить, за что мне вот это все вот. Что меня лупит-то за что? Я же не знал ни его, как специальности этой вот. Что он там делал? Откуда я знал пятилетний ребенок, что я могу знать-то? Знаю, папа военный, все. В форме. Больше ничего не знал никогда. Мне кажется, что я с того времени вот, какая-то как забитая, понимаете, вот так что ли сказать. Я всего боюсь. Я вот, ну как, не могу выразить даже вот. Ну, какая-то я вот, не знаю, как сказать. Какой-то страх бывает иногда вот. Меня вот тут грабанули один раз. Меня привязывали к батарее. Я до сих пор это, это уже столько лет все-таки прошло, а у меня до сих пор еще это вот, я прячу ножики, да, все вот это вот. Есть у меня такое. Ну, так вот. И много украли? Да нет, они искали почему-то 15 тысяч. Я говорю, ну найдете ваши будут. Я говорю, нет таких денег. Ну, не было вообще тогда. Эта дочь привозила икру. И деньги были, но я ей сказала, Женя, забери. Вот что-то у меня как сердце чувствовало. Говорю, забери деньги, ради Бога. И она улетала как раз на другой день. Я говорю, забери, пожалуйста. И она их взяла. Это, видно, наводка какая-то была, видно, кто-то сказал. И вот где эти 15-летие? Я говорю, ну ищите, найдете ваши будут. Вот. И вот следователь тогда говорит, как они вас не тронули? Мне, говорит, в сумке вот такой нос был. Я говорю, не знаю. Ну, если по наводке сказали, может, не трогай ее там, деньги только вот что. Свои кто-то. Знакомые кто-нибудь. Тахтаянские. Всякие тут бывают же. В 58-м избирательном участке Ленинского района голосовал товарищ лучшим людям нашей страны, кандидатом блока коммунистов и беспартийных, первому кандидату в депутаты Верховного Совета, родному, любимому товарищу Сталину, единодушно отдал свои голоса советской народе. Мы же как? Семь классов кончили в ремесленное. Два года в ремесленном. После надо было отработать четыре года на заводе. Тогда только ты можешь идти там технику, куда ты там потом хочешь там идея. Вот. И я вот четыре года отработал на заводе, пошла в музыкальное училище. Уже сама. Уже я свободна была уже. Вот. Все отработала вроде как. Вот в ремесленном. А я баянист, аккордеонист, баянист. А в ремесленном? А в ремесленном часовщик-сборщик четвертого разряда. Да. И что вы собирали, какие часы? А мы собирали Зарю, Победу, Пензенский наш часовой завод. Сидел за конвейером. Порола брак, конечно. Все было. Четыре года с конвейером. Пульсирующий все время убегал, блин. Эй. Там сколько-то он секунд стоит, точь, и ушел. И тянешься, да. А свободное время как вы проводили? Ну, у меня был мальчик, как бы парень. Это вот уже на заводе, да? Да, на заводе когда-то было. Но он не заводской мальчик, он студент был. У нас там девчонки почти... Рядом была общага студентов. И наша общага. И вот все почти со студентами были. Ну, дружили тогда это называлось. Что я дружил три года с твоим парнем. А потом он узнал, что я... Ну, он и так знал, что я на заводе. Может быть, друзья там его сказали, что ты будешь инженер. Это какой-то часовщик сборщик. Да потом, может, они узнали, что... Отец... Мало ли тут причин куча, конечно. Ну, и не стал связываться со мной, конечно. А жалко, я его до сих пор люблю, кстати. Даже удивительно. Вот если бы не он, я бы, наверное, ни одного стихотворения не написал, ни одной песни ничего бы не написал. Потому что вот он у меня как кумир. Вот он символ. Сейчас бы я даже не хочу знать, где он и что он. Я знаю, где он, конечно. Но я не хочу себе портить образ этот. Я себе его вижу, как вот я его знал. Все. Больше мне ничего не надо. Я всю жизнь в толпе, как бы. Всю жизнь в толпе, правда. Деддом – толпа. Ремесленная – толпа. Завод – толпа. Самодеятельность. Музыкальная школа – вот это вот педагог. Я же педагог, как бы, музыкальная школа. Опять толпа все время. И вот сейчас, когда я одна, думаю, господи, неужели это правда, что я вот... Тишина и никого. Вот. Ну, иногда тяготит, конечно. А в основном – нет. Как-то вот... Или потому, что я все время была в толпе, а потом как-то сразу раз. И все. И иногда хочешь, чтобы никого не видеть, никого не слышать. Вот занялась я своим делом там. Или я вообще ничего не делаю. Просто могу сидеть, смотреть в одну точку. Ну, мало ли там думать-то, конечно, что-нибудь. И никто не нужен. Всяко бывает, конечно. Бывает, что вот и тяготит. Думаешь, кто-нибудь бы зашел хоть. Ну, особо я вот так поговорить, поделиться с кем-то, я не очень. Ну, как-то я не всем доверяю. Не знаю, почему. И вот постоянно, знаете, чего у меня бывает. Но это не... Как это сказать? Не маразм. Нет. Как это называется-то? Когда вот тебе кажется, что за тобой следят. Постоянно мне кажется, что за мной какие-то вот глаза. Мне и раньше так казалось всегда. Вот в Ягодной, когда я приехала, направили меня в Магадан. Вернее, я сама выбрала Магадан. По направлению. Вот. И на второй же день я попала в объятие КГБ. Сразу. Меня полковник какой-то там встретил. Обнял меня. И говорит, вот я лет 25 тому назад так же рядом стоял с вашим отцом, как сейчас вы рядом со мной стоите. Я говорю, откуда вы знаете, кто я и кто мой отец. Я приехал только вот вчера вечером. Он говорит, да вы еще из Пензы не выезжали. Нам уже сказали, что вы сюда едете. Вот это. Да. Это я перед... Завтра я вылетаю в Магадан. Последний день в Пензе. Это я... Это я в Певеке уже. Это ой! Это 70-е годы. 70-е, 80-е где-то вот тут. Чукот. 44 года где-то. Где-то там, где-то. И не знаю даже сколько. Вот. Угу. Так. С вашим мужем. У меня мужа не было. Не было мужа. Но мне никто не женился, не хотел. Наверное, все боялись. Я какая-то как прокаженная, блин. То есть вы просто так ребенка родили, да? Нет, я методом тыка. Как говорят сейчас. Вот мне подражался человек, я его высмотрела. И сказал, вот он будет отцом моего ребенка. Но ведь это еще надо как-то сделать, чтобы он стал отцом. Как-то завлечь или что. Я, правда, не завлекал так само, как-то все получилось. И вот доченька у меня. Уже 55 лет доченьке. Так быстро так. Так быстро все. Скачет просто. Вот.